находимся мы в ночном городе анаполисе от слова анна в общем анаполис это от слова анна я думаю что все вы можете посмотреть какие-то ролики куча людей уже здесь было потому что анаполис исторический город который находится в районе 50 минут езды от вашингтон д.с. дистрикт каламбия то есть столица соединенных штатов америки поэтому как бы нет никаких проблем посетить этот этот городочек и было бы интересно просто показать его ночью хотя я не совсем уверен что картинка будет хорошей но какую-то атмосферу попробовать передать атмосферу этого города показать насколько он прекрасен насколько он достоин того чтобы сюда приехать вот это вот напротив нас находится церковь тоже как бы одноименно одноименного названия так же как и город анны святой анны я так понимаю и чем это примечательно примечательно церковь тем что витражи в этой церкви делала фирма тиффани которая вот так вот начинала свой старт в бизнесе с витражей вот этим витражам куча лет там больше там но около 300 так скажем но не будем вдаваться в историю естественно для большинства тиффани это некоторая некая женщина которая делает украшения но на самом деле это компания тиффани и с чего она начинала это с витражей вот в этой самой церкви и эти витражи это достопримечательность этого города они очень очень старые церковь сама очень старая и город достаточно симпатичные тоже очень старый сейчас давайте подойдем ко входу в этой церкви а напротив такие вот очень интересные панорамы чем примечателен и этот город еще это тем что здесь одна одна из самых больших морских академий то есть вот здесь в городе находится большая военная академия морская потому что здесь порт есть вот и соответственно академия сама по себе очень очень красивая есть что там посмотреть но единственное что вы должны успевать попадать на вход я точно не помню во сколько закрывается по моему четыре часа как-то вечера или в пять часов вечера то есть перед тем как посетить анаполис посмотрите да с как и работает эта академия вход бесплатный это как бы город в городе то есть академия действительно очень очень большая ну и соответственно вот она эта церковь как она называется это где эти витражи самые компании тиффани ну и соответственно вот снаружи мы можем что-то посмотреть но естественно это надо смотреть уже находясь внутри этой церкви вот а сама по себе церковь тоже как достопримечательность потому что это очень очень старая церковь и как бы анаполис он сам очень старый но вы увидите что архитектура такая достаточно старая в европейском стиле ну и соответственно это город портовый соответственно здесь есть залив очень красивый очень много моряков очень много яхт то есть сплошная красота вот соответственно так выглядит эта церковь ночью кому конечно будет интересно посмотреть на город анаполис днем я ходил здесь с перископом я показывал вам но в принципе я думаю что огромное количество людей побывало и засняло вы можете посмотреть днем а моя трансляция именно экскурсия по ночному анаполису так скажем все очень красиво город очень зеленый старая архитектура все достаточно в окобал то есть прогулочно то есть доступно именно в пешим пешим ходом так скажем то есть здесь не нужно ездить на машине здесь нужно ходить пешком именно смотреть на все спокойно не спеша город небольшой сразу скажу ну и соответственно вот одна из достопримечательностей это вот эта вот торговая улица а вот там вот возвышается купол конгресса это вторая по значимости достопримечательность то есть первая я все таки думаю что это вот военная военно-морская академия а вторая это вот конгресс мы ему подойдем посмотрим тоже историческое здание ну и третье это вот это вот церковь возле которой мы были где витражи от Тиффани и вот такие вот исторические улочки все очень приятно много баров ресторанов кухня специфическая давайте вот даже посмотрим на цены здесь сколько что стоит вот так ну вот видите суп допустим вот начинается от 8 долларов суп of the day 6 долларов салат 9 долларов то есть соответственно вот так вот сейфуд фитучини фитучини ну это спагетти стоит 15 долларов соответственно то есть все будет вот в районе 15, 9, 14 салман 14 долларов то есть вот примерно примерно такие цены но они в принципе цены везде одинаковые то есть это как бы чуть подороже чем могло бы быть но надо понимать что это туристическая зона туристическая эре то есть соответственно порции будут небольшими ну как и везде если вы приедете куда-то в Европу в какой-то туристический город соответственно вы тоже столкнетесь с тем что порции будут небольшими вот и все будет немножко дороже нежели в обычных местах сейчас мы повернем посмотрим конгресс буквально так быстрая такая экскурсия минут на 15 у нас я ориентирую соответственно вот посмотрите тут магазинчик капитал комикс вот то есть и здесь разные комиксы интересные ну вообще индустрия комиксов она очень-очень развита в Соединенных Штатах то есть везде есть и в Вашингтоне есть магазин комиксов ну и сейчас уже закрыто соответственно close that ну все это достаточно интересно и как вы видите рестораны с другой стороны бары небольшие бутики японские рестораны вот так выглядит все это мороженое есть и своя специфическая кухня так как они на заливе живут соответственно есть крабовые там всякие штуки вот есть роллы крабовые и так далее лобстер лобстер роллс вот здесь я ел в этом заведении масонс все достаточно вкусно вот так называется феймос популярный масонс лобстер роллс все достаточно вкусно но порции маленькие небольшие конечно ну где-то вот я взял суп взял такие как сэндвич с крабом и обошлось 20 долларов то есть нужно быть готовым что вся эта морская кухня она достаточно дорогая к этому надо быть готовым но все безумно вкусно не может быть здесь такого что вы поели было невкусно и мало вот это будет мало но вкусно так скажем застройка соответственно одна двухэтажная как вы видите людей немного потому что вторник ну и соответственно у них есть свой даже логотип этого города я сейчас покажу это краб мы когда наткнемся я вам покажу этот логотипчик вот он соответственно вот логотип города это вот этот краб и он по-разному соответственно обрисован по-разному он сделан обыгрывается по-разному но у этого города есть свой логотип и мы увидим этого краба везде там на футболках на каких-то на носках то есть как бы знак города давайте перейдем посмотрим еще здесь вот в сувенирах вот он совершенно вот сувенир этого города вот он будет краб тоже вот он так что вот тоже у них достопримечательность ну и куча вот таких сувениров тоже с крабом анаполис минди анаполис и так идем дальше идем конгрессу анаполиса достопримечательностей к их одной из достопримечательностей ну и вот даже вот видите вот кружки с этим же крабом и так далее в общем поворачиваем мы сейчас здесь туда чуть дальше будет залив но мы туда сейчас не пойдем потому что мы пойдем сейчас постараемся к конгрессу подойти соответственно вот так выглядит эта улица и сейчас будет очень красивая и интересная улица небольшая и мы увидим этот конгресс потому что это самая красивая точка вот видите сейчас мы фокус настроим нет не туда так фокус теряется потеряли фокус так сейчас секундочку вот вот он этот фокус поймали мы его снимаю я на камеру iphone 6 плюс ну и соответственно вы видите да что фокус может потерять то есть да есть такие небольшие проблемы что когда ночная съемка даже при хорошем освещении с фокусом могут быть какие-то небольшие проблемы troubles ну вот мы видим исторические здесь машины вот такие вот стоят эти очень интересно улица старая и машина такая мы поднимаемся к конгрессу посмотрим на конгресс и на этом мы закроем нашу трансляцию то есть впечатление хорошее энергетика хорошая конечно здесь по ощущениям чуть-чуть попрохладней чем сам в самом вашингтоне но это и понятно что все таки это на заливе находится и все что находится близко там к океану к заливу какому-то все это будет прохладнее будет свежее соответственно ну и вот он этот конгресс ночной мы видим прекрасную улицу в таком каком-то английском стиле туристов и сейчас мы пройдем вдоль вы посмотрите очень интересно очень интересные какие-то такие пейзажи я не знаю но мне так кажется что анаполис это один из самых похожих евро на европу городов потому что я был много где и ну там допустим говорят бостон бостон похож но там похож бекон хилл он безумно дорогой но если там останавливаться но это небольшая часть совершенно небольшая это всего лишь район бекон хилл в бостоне то есть все таки бостон он американский и там такого нет только вот бекон хилл это райончик напротив парка их common парк а вот анаполис это да действительно что-то супер европейское потому что в калифорнии допустим в калифорнии в техасе вы не увидите ничего европейского подавно или там во флориде а вот здесь вот вашингтон вирджиния виргиния вирджиния как они говорят здесь да есть такие вот отпечатки европы изначальной архитектуры полочек и так далее вот конгресс старый куча куча ему лет вот сейчас мы дойдем до конца этой улицы как бы по кругу вокруг этого конгресса здесь уже и соответственно рестораны подороже цены будут подороже напротив конгресса потому что это главная их достопримечательность соответственно все будет здесь дороже ну вот собственно на этой точке заканчиваем нашу экскурсию по городу анаполис анаполис это от слова анна анна как они говорят не анна а анна вот видите Maryland State House Capital of the United State ноябрь двадцать шестой тысяча семьсот восемьдесят третий год вот на написано август тринадцатый тысяча восемьсот четвертый год вот примерно исторические события происходили вот в этом как бы промежутке то есть целый год анаполис был официальной столицей всех Соединенных Штатов да целый год вот он был столицей и конгресс вот это здание это было основным главным зданием Соединенных Штатов Америки но было это очень давно как он скажет и неправда все вокруг казалось дивным триста лет тому назад да на этом мы закрываем нашу трансляцию ночного города Анаполиса подписывайтесь на меня вконтакте ищите как Макс Моррисон ищите группу вконтакте которая называется скрипучая дверь по тревелингу по путешествиям и так далее ну все всем спасибо до свидания ищите